шалом вы слушаете слепой и глухой как звездонос подкаст что там евреев меня зовут макс отников лев гальдарт марша литвин и у нас есть гость это комик артист бизнесмен и трехкратный чемпион по абсорбции юра марвеев трехкратный или нет трехкратный 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 три года подряд я бы даже там было написано ну короче ты понял да беспрерывно беспрерывно никто не мог держал пояс чемпиона по абсорбции наш подкаст по традиции выходит перед великими событиями перед великими событиями и да и сегодня у нас 1 1 октября 1 октября 18 01 возможно вы смотрите этот подкаст из ядерного пепла и где вы возродились как феникс про что мы будем говорить про ядерный пепел я пойду ладно мы будем говорить про то про то что произошло сразу после нашего прошлого выпуска про смерть хасана масравы до про операцию в ливане израильскую поговорим про ответ ирана который вот скоро должен быть по идее вроде как обещают вот про израильскую политику немного еще юра расскажет у нас про свое пространство нафинг и что это значит есть придумал ли юра смыслы к этому и еще поговорим немного про машки у тебя новости я расскажу немного про ватсап будет одна новость забавная ну не очень забавная новость остальные будут еще менее забавны мало забавного происходят правда они в основном приурочены к годовщине 7 октября мои новости ну давайте начнем с 5 минут к рефлексии лев что тебе было интересно ну не то что прям много интересного но вчера я просто мы с машей свавили какой-то бинго идиотской логистики в израиле потому что мы ездили на свадьбу свадьба это было машиной коллеги да как вы возможно их коллеги часто женятся в жопе мирах живут не там то есть у меня коллеги два раза позвали меня на свадьбу в хадеру и я два раза не поехал я не настолько а первый раз они свадьбу за тебя перенесли такие лев не приедет мой перенесем или кто пульс это были разные коллеги в том-то или делvelt местами одни коллеги поженились Occader видимо и вторым понравилось как там было они тоже позже можете находить в том же зале был бы ты там и тоже женился бы ghost так они не там живут, они живут в Тель-Авиве. Ну, так и ты не там живешь, женился бы в Хадере. Видимо, есть какая-то магия Хадеры. Магия Хадеры, я в Аждоди тоже в магии своя. Возможно, цена, это магия цены может быть. Вот, мне кажется, что магия и в Аждоди, и в Аждоди это магия цены. Да. Вот, и в этом, в общем, они женились в Аждоди, взяли трое, я поэтому запасся луком, чтобы стрелять в пятка Хелесу. А, фух, я думал их всего было трое. Извини. Нет, там их было трое сотен. Погоди, это та штука, которая стоит на этом, на трассе? Да. Вау, и как там? Я снаружи всегда видел, выглядит дебильно, но прикольно. Ну, как будто штурмуешь древний мегаполис, да, вот так выглядит. Ну, там прикольно, но там вот единственное, там красиво, там есть большой фонтан, и есть мост через него, и там плавают в нем рыбы, и там стены из искусственной травы, красиво. Минус в том, что ты заходишь, и там тебе на правую табличку свадьба такого-то и такой-то, на левую табличку свадьба такого-то и такой-то. То есть вы параллельно там женитесь. Можно подраться друг с другом, троянского конячик кому-то на свадьбе закинуть, пьяного гостя, из которого вылазит пьяная гость. В какой-то момент, в какой-то момент там у нас на свадьбе, почему-то очень деловым этим темпом пришла невеста, спрашивала, в другой свадьбе. Она шла причем со своими девчонками, а не ее так. Вы почем снимаете зал? Да, вот так это выглядело. И, короче, нужно было утром ехать, и как-то мы не упали никому на хвост, кто с машиной, и поэтому мы хотели поехать на автобусе. И я посмотрел автобусы, и, в общем, мы выходим, и я смотрю автобус, когда будет второй, ну там не один автобус, там два автобуса. И я понимаю, что мы на первом автобусе никак не успеваем на второй автобус, ну потому что там следующий будет через час. Я такой, окей, давай вызовем такси, поедем до второго автобуса, сядем на него уже там, мы поедем на втором автобусе. Он же такая, давай. И вот мы едем в такси, и тут мы понимаем, и мы смотрим еще раз на карты и понимаем, что ты сказал в самом начале, что этот зал стоит на трассе. Он стоит не около остановок Он не приспособлен для того, чтобы можно было приехать не на транспорте То есть вообще ноль идей И тогда нам нужно было бы идти 18 минут по трассе Причем вот по этим, знаете, такой, короче, развязка И вот нам нужно было пройти через ухо развязки, которая вот такая вот И мы такие, окей, ладно Спрашиваем водителю, а сколько будет стоить даже дорого доехать? Он такой, ну столько-то Я такой, ну нормально, в смысле, в плане лучше, чем идти по трассе в вечерних морярах Вау, класс, они сэкономили на зале, но вы потратились на дороги Не-не-не, погоди, погоди, погоди Никто не сэкономил в этот день Никто не сэкономил в этот день И вот, короче, едем Ну, едем пока что по номережной подъем Мы понимаем, что мы сейчас приедем слишком рано Мы приедем, типа, за полчаса до начала Даже минут за сорок Да Очень долго И, короче, мы поняли, что мы не хотим этого И в итоге мы такие водители, слушайте, извините, пожалуйста, можете остановить Мы просто выйдем Мы такой, в смысле, никуда не поедем? Типа, ни остановка не подождет? Мы такие, да, нет, никуда И в итоге мы вышли, полчаса погуляли по номережной А мы почему остановились? Я, честно говоря, я психанула очень злилась, что всё происходит не так. Это был очень долгий день, я была 8 часов в школе, потом ещё, и потом это. Я психанула, и мы вышли из такси, и Лёва пытается меня успокоить, и говорит, ну вот, посмотри на солнце, посмотри, есть солнце. И я что-то ему отвечаю и оборачиваюсь смотреть на солнце, оно уже село. За секунду, пока я не смотрела. Да, и тут Израиль. Ну всё, да жесть, жесть, украли солнце. Да, ну, короче, ничего, нормально погуляли, потом всё-таки приехали. Да, мы приятно провели время, 40 минут на набережной Батхямов, потом всё-таки поехали в Аждот. Ну, Лев тоже солнышко, поэтому можно всегда посмотреть на него. Да, я сияю. Иногда это сальное лицо, но иногда солнышко, да. Вау, как ты хорош в принимании комплиментов. Маш, что тебе было интересно? Я расскажу про школьников. Значит, меня недавно, мне пытались на работе дать взятку. пытались меня подкупить. Ко мне подходит мальчик, 14 лет, и говорит, я давай тебе заплачу, чтобы ты меня отпустила с урока. Я говорю, нет. Он говорит, я дам тебе всё, что у меня есть. 17 шекелей. Ну, он достаёт, он достаёт бумажник, и начинает показывать всё, что у него есть, а мы стоим перед всем классом, он такое шоу зато устраивает. Достаёт, значит, купюру в 5 долларов, достаёт один шекель, мелочью по 10 огород, там просто какие-то прям копейки ужасные, достаёт обременно в кино, говорит, там ещё три фильма. Вокруг нас начинает собираться толпа, он достаёт ещё VIP-карточку клуба Лего. А то опускается со своими ногами, или нужно приходиться ногами от другого человечка. Я говорю, нет, пожалуйста, сядь, сядь. Урок начинается, сядь за парту. Он говорит, ещё есть проездной. Я говорю, нет, сядь. Он говорит, там очень нелепая моя фотография. Я говорю, показывай и садись. Это было очень... Ну, я очень смеялась. Это было очень нелепо. И школьники, другие вокруг, им тоже начало хотеться дать взятку, потому что это выглядело как что-то очень весёлое. Мне начали на перебой предлагать какие-то вещи, деньги, что-то ещё. Я говорила, зачем? Что вы хотите в обмен на это? Они говорили, ничего. Мы хотим дать взятку. Я не знаю, мне кажется, куда-то я не туда свернула, как педагог. Потому что ты взяла взятку? Нет, да не взяла я взятку. Вы же реально работаете как банда напёрцочников. Знаешь, как приходит один, и он типа играет и выигрывает. И уходит, и люди такие, блин, тут можно выиграть. И начинают просто вкидывать деньги. Так и школьники такие, просто забери наши деньги. Это весело. Нет, деньги у школьников я не забирала. В старших классах сегодня я пыталась вести урок, и там мальчик отвлёкся на Ветхий Завет, он начал читать Ветхий Завет. Я у него забирала Ветхий Завет, потому что урок английского. Он достал второй и начал читать второй. Просто сидит и молится. И я забираю него второй. В общем, у меня есть фотография. Я конфисковала... Это же не молитва слов. В смысле молится? Ну, там есть Шма, Израиль. Там есть что-то ещё. Там есть. Почему помолиться? Там есть на что помолиться. Я за этот урок конфисковала шесть Танахов. Шесть копий Ветхого Завета. Вот такая была стопка. Один я прям перехватила в... Ну, в общем, я очень хорошо стала в этом под конец урока. В общем... То есть я вышел бы отличным инквизиторомаш. Да. Да, это правда. Надо было его сжечь ещё там. Школьника? Ну, погоди. Школьника, чтобы знали. Погоди, пока только сентябрь. Ага. Уже начался октябрь, можешь задумайся. Господи. А если бы он тебя просил отпустить его пораньше, потому что ему нужно, ну, пойти помолиться, короче, пораньше. На молитву успеть. Ну, смотря какую бы он предложил взятку. Нет, никто не уходит с моих уроков. Живым. Тебе надо попрактиковать, короче, отпускать детей пораньше. Это прикольная штука. Я когда был ребёнком, мне это нравилось. Школа, знаешь, как раз устроена, чтобы радовать детей. Английский Юр хорошо знаешь, кстати. Собираемся... Yes, you know. Собираемся на 5 советов 3 часа, сядем, думаем, как же нам порадовать детей. Чего у тебя, Юра, интересного было на неделе? Так как Нассен, вы знаете, находится возле Блошиного рынка. И я там часто бываю, так как хожу туда, в Нассен. И часто бываю там. И, в принципе, я знаком с этим фандомом. Как бы это странно ни звучало, но это сомнительный повод для гордости, но прикольно. И вот... С фандомом чего? Извини. А? С фандомом чего? С фандомом продавцов Блошиного рынка и их клиентов. Это... Типа это... Это такой организм. Это как, знаешь, трава это тоже... Ну, трава, газон, который растет, это один биоорганизм. Да, и у этого тоже всего это один биоорганизм, у них одни корни. Вот. И недавно я шел, я видел ситуацию, я пришел на самом пике развязки. Как я понял, до меня там у них происходила какая-то беседа и спор, но я пришел уже на кульминации этого спора. И так я вам расскажу кульминацию с этого спора. Я оказался прямо возле этого, типа в метрах восьми от происходящего, и я как бы подходил все ближе. Мужик, один из продавцов, которого зовут Ахмед, поднимает колонку, такая колонка саунд-системы домашней. Он поднимает ее и бежит через... Бежит какое-то количество метров на другого мужика. Я думал... А это что-то звучит из колонки? Не-не-не, колонка, она не подключена ни к чему. Это серьезная колонка для домашней системы. Если ее подключить, она будет звучать. Он бежит, и я думаю, он хочет его ударить колонкой. И тот кричит, нет, стой, положи колонку. И у них как бы этот странный диалог звучит. Я не боюсь, я понимаю, что он его не ударит, там нет агрессии, я ни разу не видел, чтобы убили человека на бложке. Покалечет. Но ты там и не каждый день, скажем так. Я там и не каждый день. Ну, короче, он бежит с этой колонкой, он трясет, и что-то ему говорит. Трясет колонкой. Потом, как казалось, он трясет и говорит, там есть что-то. И второй хватает эту колонку, начинает трясти, и они вдвоем трясут и смотрят на друг друга странно. Второй, кому показывали, его зовут Якер. Якер хватает эту колонку, типа поднимает ее вверх и разбивает ее в пол. Вау. Разбивает пол, и оттуда вылетают деньги. Заначка денег вылетает прямо из колонки, туда кидали в дырку, в отверстие, прятали. Я не знаю, какое количество денег там было, только выпало, он быстро его спрятал, засунул в карманы. Рынок просто взорвался. Вы знаете, я бы... Все начали громиться в музыкальные инструменты искать деньги. Ну, я ожидал этого. Я реально, я понял, что колонки в этот день подорожали на рынке просто. Индекс колонки, бэушной колонки скаканул. Но, да, но, как бы, он поднимает эти деньги. Какие-то люди с рынка, другие продавцы, начинают подбегать, спрашивать, сколько там денег было. Он прячет как-то, пытается спрятать эти деньги, но остается вторая колонка. И этот Ахмет, так как первую колонку разбил Якер и деньги засунул себе, Ахмет быстро бежит ко второй колонке. И очень быстро. Он ее поднимает, разбивает, и она пустая, разлетается вообще в щепы. Эффектно, эффектно очень разлетается. Вот я наблюдал такую картину. Ильф и Петров постыдились бы. То есть я понимаю, что у Ахмеда было две колонки, а у Якера теперь появились деньги, и у Ахмеда оказалось ноль колонок и ноль денег. Это были колонки Якера, но Ахмед заметил там деньги. Он потом поделился с ним. Ну, по крайней мере, он его отвел, чтобы мы подумали, что он с ним поделился. Может, он его отвел и сказал, Ахмед, ты знаешь, это мои колонки. Это мои деньги, но колонку вторую можешь забрать, кстати. Там нет денег. Да. Но теперь, пока мы тут пошептались, все будут думать, что отдавайте тебе часть денег, и ты будешь говорить, что я не отдал, а я буду все отрезать пока. Ну, еще быстро одну маленькую историю с сегодняшнего дня расскажу, тоже с бложки, когда заканчивается время торговли, там начинается время жизни, люди играют в шэшбэ, шахматы, курят кальян. Шэшбэш это нарды. Да, нарды. И там, короче, происходит какая-то жизнь. И рядом в лавках, которые продают ковры, они не закрываются, там тоже происходит жизнь. И вот, короче, сегодня я подъезжаю туда. И в коврах тоже есть ковровые плещи, там тоже происходит жизнь. Вот эти ковровые мужики, ковровые мужики зовут меня к себе, я пока снял наушники, они поняли, что я го, и отстали от меня. Они собирали миньян. Они собирали миньян, и они нашли вот, короче, они нашли мужика, который играл в шэшбэш, начали его просеять, и он сидит такой, ну, он сидит, давай, давайте, я с вами, я с вами. И говорят, подходи, давай, давай, иди сюда. Нет, нет, я здесь, я с вами, я здесь скажу омен. И он, да, он не подошел, они молились, типа, через дорогу, и он вместе с ними просто подкрикивал омен, когда надо было, и параллельно играл в шэшбэш. Вау, вот это мультизадачность. Потрясающе, да, вот он. Хороший. Такие истории явские. Это интересно. Чего у тебя, Макс? Значит, я рассказывал, что я ищу инструктора по вождению, спасибо всем, кто накидал мне инструкторов. Я, значит, выбрал трех финалистов и написал всем трем финалистам одинаковое сообщение, что вот я ищу инструктора, принимаете ли вы новых учеников и сколько у вас стоит это все. И я получил от трех инструкторов три разных ответа. Попробуйте угадать, какие. Да, нет, не знаю. Позвони. Пример, значит, первый мне вообще не ответил. Вот, второй мне поставил палец вверх. А третий позвонил. Типа, молодец, ты научишься. А третий записал мне голосовое. Ну, я почти была близко. Да, ну, я подумал, что палец вверх, наверное, что он, возможно, он занят, и он мне ответит позже, потому что я там, ну, там вопросы стоят, там было два вопроса. Хороший вопрос, Максим. Да, и я решил, что, ну, я не буду продолжать этот диалог, я, типа, пожалуйста, вот ты что-нибудь ответь. Он мне ничего не ответил, поэтому мне пришлось прослушать голосовое от третьего инструктора, и в итоге я записался к нему. Все нормально в конце месяца. Короче, итог такой. Нужно отвечать голосовыми, чтобы закрывать сделки. Именно так закрываешь деньги, сделки голосовыми. И разбивать колонки, закрывать сделки тоже. Подходит. Возможно, так. В прошлой новости мы рассказывали про то, что, значит, была операция пейджеров, ликвидация, и потом еще была ликвидация генералов Хизбаллы. Много влиятельных людей уничтожили, но самовлиятельные уничтожили. Да, и потом я рассказывал, что у Насралы могут быть какие-то планы. Я рассказывал про планы Насралы в прошлом выпуске, но он вышел, не было больше Насралы, чтобы планировать эти планы. У него планы Нас... Ладно. Да. Ну, короче, в пятницу я могу сказать, как я встретил эти новости. Я ехал проводить стендап в Бар Дизайр, и я еду, и таксист... Ну, я еду на пятницу, я еду на такси, и таксист мне говорит, ты читал новости? Я говорю, ну, типа, в целом, я читаю новости, да. Ну, я не стал говорить, что у меня подкаст про новости. Да я делаю новости, чуваки! Я вообще на такси езжу для развлечения. Так я новостник. Да. И он такой, типа, я говорю, ну, я видел новость, что ударили по Ливану, по Бейруту, по бункеру. Он такой, в смысле по бункеру? По бункеру Насралы. Я такой, о, нифига себе, вау, этого я еще не читал. И он такой, что думаешь? Я такой, блин, ты меня под ями подобрал. Почему ты думаешь-то? Я что-то думаю об этом. Потому что видишь, что Ливив, ты явно шаришь. Ну, типа, да. Ну, короче, я ничего не думал. При этом ему пришлось позвонить своему другу и с ним это обсуждать. Ну, типа, у меня не было мысли, ну, чего, ну, там непонятно было вообще. Блин, странно, жалко, что, короче, в Израиле в Гетте нет этой фишки, когда... Закрыть рот водителю. Нет, наоборот, что водитель может ставить рейтинги пассажиру. Нету это? Нету это, я думал, есть. Кажется, есть. Конечно, он часто ставит рейтинги. А, да? Лев, проверь, возможно, у тебя рейтинг один. Да, реально. Типа, вообще не эксперт. Не поддержал разговор про насраву, да. Да, реально не разбирается в политике. Что случилось? Собственно, во время выступления Биби в Геннадземблее ООН и сразу после этого выступления самолеты Цахова сбросили что-то типа 80 авиабомб противобункерных по центральному бункеру Хизбалы, где я был насрава. Вот. То есть, сейчас уже более-менее много вышло статей про то, как это происходило. То есть, в том плане, что ну, Генштаб давно отслеживал перемещение этого насравы. То есть, там есть куча каких-то разных странных историй, то есть, ну, которые написаны со слов непонятных источников. То есть, там была история, что насрава пожал руку какому-то, значит, этому, какому-то чуваку. На его руке было специальное массатовское вещество, которое пометило руку насравы и так они его отследили. В общем, но я думаю, что было что-то проще. Как это, вот. Типа, ну, это слишком большой бункер, чтобы вообще можно было утаить его как будто. Это звучит так, будто бы мама начальника Масада вообще рассказывала о спецоперации. Да-да-да, вот. Ну, вообще, там еще есть другие версии. Есть, есть. Хочешь, я могу зашать одну? Значит, вот какая версия была от иранского богослова. Значит, эта информация утекает через неверных и невидимых джинов, которых наняли и подготовили еврейские священники Коины. Евреи получили знания об этих джинах и астрологии еще во времена царя Соломона. И сейчас все раввины Израиля такие бабки сюда работает. Закон раввина принимаете. Да-да, бабки наешивы сюда все работает, давайте. Ну, короче, если честно, версию джинов, конечно, верится больше, чем версию с непонятным гелем на руке. Но суть в том, что да, в общем, Цахал знал, где находится Насралова и, в общем-то, просто там взрывы были такие, что снеслило типа 6 домов, которые там были. И сначала было непонятно, погиб он, не погиб, но через день, мне кажется, подтвердило уже и Цахал, и Хизбалов, подтвердили, что Насралова погиб. Вот. Это лидер Хизбалы, который занимал этот пост с 92-го года. Очень. И вот он, собственно, превратил Хизбалов в то, что у нас сейчас есть. То есть, это самая мощная прокси Ирана. Там, как говорят, там самая большая неправительственная армия вообще в мире. Вот. То есть, самая большая ЧВК, можно сказать, в мире. Но сейчас, мне кажется, их рейтинги сильно обвалились. Ну да, как будто бы да. Вот. И Цахал не остановился на Ликвидации Насралов. Там потом были еще ликвидации. Слушай, давай мы сейчас обсудим ликвидацию коротко. Что, как вы, эксперты, к этому относитесь? Потому что я слышал... Юру мы позвали как раз как эксперта по... У меня есть экспертное мнение. Юра эксперт по Ирану. Мы зовем Юру в этот подкаст, когда с Ираном какое-то напряжение. Да, такое было уже, да. А ты прошу его сказать. Класс. Я, да, я, в общем, с Ираном я давно знаком. Как вы знаете. Жал руку. В общем, в этом, во время, во время, во время того, как взрывали бункер, я сидел в кинотеатре Лев Дизингов и смотрел фильм Мегалопулос Копполы. Я был в восторге от фильма. Мне все очень понравилось. Там все, там пять линий постоянно течет. Я не понял, какой, там, там, как бы, там много вселенных параллельно существует и они все запутаны, никакое нет объяснения. И когда вышли мы оттуда и Гриша пошел в туалет, он прочитал новости и рассказал новость про Насрал. Я сначала не поверил этому, что думал, он угорает, продолжая тему разных вселенных, где мы, ну, где люди существуют и оказалось это правда. Или мы попали в другую вселенную. Вот. Но я еще не разобрался. Короче, мое экспертное мнение вот такое. Мне, знаете, спасибо, с нами был эксперт Юрий Муравьев. Обращайтесь, обращайтесь. Я не знаю, если у вас есть что-то сказать, конечно, я послушаю ваше мнение, можете спорить с моим, но я высказал. С таким мнением сложно поспорить. Ну да. Нет, просто есть, короче, какие-то мнения там ультра-левых, назовем их людей, даже не израильтян, просто каких-то в космосе. Особенно журналистов там New York Times, Guardian и прочего, которые начали там, значит, оплакивать Насралу и писали его как сильного, харизматичного лидера, который стремился к единению, к равенству и и всему остальному и просто вот, значит, израильтяне не поняли его, не поняли. Он правда сильный, харизматичный лидер. Да, но еще он мрачный теракт в Аргентине, где погибло огромное количество людей, там два теракта. Такое может сделать только сильный, харизматичный лидер. Он, по-другому, руководством Хизбоват стал не только военной группировкой, но еще и одним из крупнейших наркоторговцев в мире. Да, еще в 2000-х он призывал к уничтожению всех евреев. А они торговали ливанским гашишом? Не, они торгуют там всякими пожестче наркотиками. Вот. Они занимаются работорговлей и наркоторговлей, собственно говоря. Работорговлей? Блин, это все звучит очень странно. Будто бы персонажа делают еще злее, чем он есть. Откуда там рабы и наркотики, кроме ливанского гашиша? Ты понимаешь, просто у них есть бойцы, которые могут делать это в других местах. Ну, как знаешь, типа Человека Вагнера она в Африке тоже говно делает. А ты шашаришь, где они это делали? Не, ну, это известная тема. Я, честно говоря, первый раз слышу, откуда это известная тема. Интересно, я не хочу сворить, я не хочу, просто хочется разобраться, где эти рабы. Значит, есть статья, я читал ее тоже, про human traffic Хизбаллы, что они, значит, по-моему, это касается сирийских беженцев, что они, женщин там, брали в плен, и там была как раз, это была история одной из освобожденных пленниц, которая рассказывала про то, как ее взяли в плен, значит, Хизбалла, и там было много еще других людей, и ее подвергали сексуальным, сексуальным насилием. Внутри Ливана. Да почему Ливана-то? Нет, там абсолютно ужасные истории, просто чудовищные. А, блин, мне показалось, нет там ужасной истории, в смысле нет. Потом такая, это просто чудовищная, такая, а, окей. Там абсолютно ужасная, чудовищная история. Так вот, я как раз хотел сказать, что, ну, были ужасные профайлы на Насрау, да, на New York Times. Ужасные в плане того, что они подчеркивали его какие-то достижения. Да нет, ну... Погодите, ребят, а вы читали эти статьи или вы читали скриншоты в Твиттере? Я читал статью New York Times и читал еще одну статью на New Line или что-то такое. И она действительно настолько восхваляющая Насрау? Ну, да, на New York Times как будто бы да. То есть, ну, там реально есть пассаж о том, что Насрау видел Ближний Восток как место, где могут равноправно жить мусульмане, евреи и христиане. После того, как они вырежут всех евреев. Ну, типа, это странно, да, возможно так. Да, вот, на New Line был хороший некромок, мне кажется, потому что не, ну, можно подчеркнуть, как сказать, деяния Насрау и потому что он все-таки, ну, он много сделал. То есть, давайте так, он делал плохие вещи, но он сделал много плохих вещей и... И очень качественно, реально. И очень качественно, Качество практически немецкое. Ну, в плане... Давайте так, давайте я... Когда ты узурпируешь власть, у тебя очень много времени что-то наделать, ну, делов тебе в целом. Я подчеркну, что было написано в некрологии такого, что он создал террористическую группировку, на которую потом равнялись другие террористические группировки. Это очень плохо. Он задал тон, так сказать. Да, он задал фреймворк для террористических группировок. Он, по сути, попса среди террористов. Ну, он родоначальник. Он новатор. Он Ритни Спирс среди террористов. Алла Пугачева среди террористов. Короче, вот такое, в общем. То есть, на него потом равнялись и Гилл, и эти самые. И Аль-Каев даже. Но вообще, да, у него же там была типа жесткая иерархия. То есть, в плане террористической группировки чаще всего они такие достаточно нет центрального управления. То есть, они какие-то очень действуют нелогично, и там очень тяжело контролировать. А он прям выстроил жесткую иерархию, там была дисциплина. То есть, все было четко, было все распределено. То есть, она работала как механизм. Погодите, друзья, это что же мы сейчас создаем? Еще один хвалебный профиль Хасана Насралу. Видите, я серьезно говорю, от этого никуда не дется. Потому что он был плохим человеком не освобождает его от того, что он был хорошим хозяйственником. Эффективным менеджером. И эта вся история напоминает мне B2B-кейс. B2B-кейс? Ты сейчас будешь писать пост на LinkedIn? Это была отсылка к этим постам на LinkedIn, где они что-то пишут такое. И это же хорошо подводит нас к следующему. Так вот, но, и вот еще одно, что проносалось Насралу, что он завоевал очень много популярности в Ливане и вообще в арабском мире после Ливанской войны. Потому что как бы в арабском мире считают, что эта Хизбава прогнала Израиль из Ливана. Потому что Ливан в 18... Ой, Израиль в 18 лет, мне кажется, оккупировал Южный Ливан. После чего была резолюция ООН, по которой, значит, из Южного Ливана должны уйти и Цахал, и... и Цахал, и... и... и так самый... и Цахал, и... Цахал? И Цахал, и Цахал. Так, Димаша тут написал уравнение. Так правильно, и Цахал вроде, нет? Правильно, Цахал, да? Ну, вроде Цахал, по твоей записке Цахал. Ну, Цахал, короче, звучит очень... В общем, Цахал. В общем, Извижного Ливана должны были... Звучит не так авторитетно. Извини. Должны были отойти Извижного Ливана и Цахал, и Хизбава. В итоге Цахал отошел, то есть была деоккупация этого Ливана, а Хизбава не отошла, потому что ООН не сделал свою работу и не смогли... Они отошли, они просто не разоружились, с камикавсками, с умией... Да, с пачками сигарет. Все так. Нет, все было. Но Хизбава должен был уйти из Ари-Кулитании. Они не ушли. Они до сих пор там, они до сих пор на границе. Это все знают, это известный факт. Но это мы сейчас говорим. Сейчас Израиль как бы вернулся, как видишь. Это правда. Так вот, я к тому, что я к тому, что вот эта победа считается авторством Хизбава в арабском мире. Но потом Хизбава вписалась в сирийскую кампанию Путина и Асада, где они действовали на стороне Асада и понабевали кучу сирийцев. Прям огромное количество. Поэтому, когда убили Насраву, в Сирии был праздник, в иранской оппозиции был праздник. Вообще, во многом арабском мире на самом деле к Насраве отношение такое себе, потому что он палач не только, в смысле, не только для евреев. Ну да, в самом Ливане тоже не все фанатеют от Хизбавы. Абсолютно. Вот. Такие дела. И это убийство, ну то есть рекомендация Насравы изменила очень сильно вообще всю ситуацию, потому что, ну вот я как раз в прошлом выпуске рассказывал, что Иран, типа, не знает, что делать, не хочет обострять, но вроде бы надо, но не хочется и так далее. Ну и как бы вот убийство Насравы поставило в такую ситуацию, что уже как будто бы нельзя не обострить, потому что иначе ты вообще теряешь все лицо у тебя. Кроме того, началось же, давай мы продолжим, что вот спустя там день или два началась, сейчас началась операция наземная израильской армии на границе с Ливаном, то есть цель ее поставили в том, чтобы уничтожить значит инфраструктуру Хизбылы, которая находится близко к границе. Туннели там. Ну да, нашли туннели, вот чтобы это позволило жителям севера вернуться домой. Что, как вы относитесь к этой операции, к идее этой операции? Ну, я нормально отношусь, я доверя армию в этом плане, но моя основная консерн ко всему этому, что войти легко, выйти сложно. Это было в прошлый раз в Ливане, что вот вошли и вышли через 18 лет вот как мы видим с некоторым с флером поражения. Это какая-то саентология или что? Чего? Ну, типа входишь, потом выйти тяжело. Это из Винни-Пуха. А. Это не саентология. Ладно, извините. Что это? Винни-Пуха? А, из Винни-Пуха, да. Короче, ну то есть вот с ГАЗа тоже. Мы говорили еще в октябре, что да, ну вот войдем в ГАЗу, а что будет там? Да, потому что цели были недостижимы. Ну то есть в ГАЗе говорили, наша цель своих заложников уничтожить Хамас. Что это значит? Непонятно. А наши цели в Ливане достижимы? Ну, цели в Ливане... А, вы знаете цель в Ливане? Ну, то, что сказали, уничтожить, значит, инфраструктуру Хизблла на границе, чтобы жители севера могли вернуться домой. Если жители севера разрешат им вернуться домой, значит, они скажут, ну все, сработало. И выйдут из Ливана, ты веришь, да? И они такие, ну все, теперь уходим, они вернулись домой. Ну, я не думаю, что кто-то хочет действительно оставаться в Ливане и оккупировать Ливан. Это, ну, для чего это? Даже Хизбалла бежит оттуда, как видишь, от границы. Да, мне понятно, что делать. Там не Хизбалла, там, мне кажется, и Ливанская армия, которая отдельно от Хизбаллы, она вот... Ливанская армия отошла от границы, и хорошо. И Хизбалла, мне кажется, я видел видео, как оно было подписано, что боевики Хизбаллы бегут на джипах в сторону Бейруута, и там реально... Как они оказались? Возможно, они ехали в Хайфу, оно просто отображается, как Бейруут, мы же не знаем. Да, геолокация такая себе. Но там была новость, значит, один из каких-то неликвидированных, значит, лидеров Хизбаллы заявил, значит, что это все вранье, никакой операции нет, и евреи бегут от границы, и мы их всех прогнали, вот, потому что они слабаки. Ну, удачи им в конструируемой реальности, я тут ничего не могу сказать, но, насколько я понимаю, цехов действуют ограниченно, то есть они там заходят, взрывают какие-то тоннели, выходят, то есть нет такого, пока что нет такого, что они там оккупируют сейчас все, и прочее. я вот возвращаюсь к тому, что мы обсуждали в прошлом эпизоде подкаста, что как вот вот эта ограниченная операция сможет помочь жителям севера вернуться обратно, потому что все равно смогут обстреливать ракетами. Значит, какую я вычитал, значит, теорию, наверное, с которой я согласен, что если они смогут отодвинуть, сделать эту буферную зону безопасности отодвинуть дальше, то тогда, по идее, израиль не смогут обстреливать вот этими ракетами за полуогня, типа катюшами условными, которые невозможно сбить, и очень мало времени у жителей севера, чтобы спрятаться в бомбоубежище, и тогда остается их бомбить только серьезными ракетами, и там уже израильским ПВО больше шансов их сбить, и у жителей севера будет больше времени, чтобы... Но для этого нужно держать ту буферную зону. Ну да, это тоже правда, но, видимо, значит, кто будет приближаться в буферной зоне, может какой-то забор сделать, не знаю. Типа как... Кроме того... На границе с газой. Не, ну, погодите. Кроме того, давайте не забывать, что все-таки есть еще некоторые возможности для политического урегулирования. То есть, если в газе было сильно сложнее, потому что в газе кроме Хамаса нет ничего, он убил всех, кто там был, кроме него. То есть, если там есть Хамас, есть Хамский джихад, и все типа, то есть, и никаких организаций нету. В Ливане есть как минимум там треть... То есть, проблема Ливана, что там есть треть это христиане, треть суниты, треть шииты. Вот шиитов представляет Хизбава, и у них политическая система сделана так, что у каждой третье населения есть блокирующий пост в правительстве. То есть, у них там прямо прописано, что президент у нас, значит, там, христианин-маранит, премьер должен быть, значит, шиит. Ну, я не помню точно, как это там, Максим Жабко знает, но типа, цель в том, что вот так вот. И Хизбава у них блокировала многие, у них там два года уже нет президента, избранного нет премьера, там и прочее. То есть, есть временные главправительства какой-то, короче, то есть, у них все очень там сейчас так себе. И вот временный премьер сказал, что давайте мы будем, наша армия там выполнит эти, ну, резолюции ООН, вот ту самую, 2006 года, и прогоним Хизбаву, значит, за это самое. То есть, непонятно, как они там могут сделать, что армия Ливана меньше, чем Хизбава в плане по размерам, по боеготовности и прочее. Они вообще, что-то не слышно вообще, если честно. Армия Ливана. Она существует, но она такая. Полиция типа. Да нет, армия, но такая. Нет, там есть прям армия, но она очень слабая и небоиспособная. Ну, опять-таки, всему чего-то, то есть, бывает, что ты слабая, небоиспособная армия, но у тебя вот появляется какой-то шанс, и ты становишься сильной. я, кстати, забавно, я в подкасте в экономическом послушал, что в то время, как началась наземная операция Израиля, в Ливане начали расти их облигации, цены на их облигации, то есть, инвесторы решили, что это хороший шанс, что, возможно, Хизбеллу удастся как-то откинуть, и тогда Ливан сможет развиваться, и экономика начнет расти. Вот это забавный продукт. Да, потому что, ну, по сути, ну, как бы Хизбелла очень сильно блокирует все в Ливане, то есть, это правда. Вот. Это их борьба за палестинский народ, который находится в Газе, им вообще не помогает. Вот. Ну, и вот буквально сегодня, да, то есть, эта операция длится уже второй день, со вчера. Буквально сегодня пошли новости о том, что Иран планирует, значит, атаку на, ракетную атаку на Израиль. Не просто планирует, а планирует немедленную атаку на Израиль. Ну, да, в течение, ну, немедленную, в течение 12 часов. В течение 7 минут. В течение 12 часов, и там они прям написали, куда они собираются ударить. По трем авиабазам, ну, в смысле, этим воздушным базам ВВС Израиля в центре страны они собираются ударить. Знаешь, что о военной тактике вообще? Так они, это, они знают. И понимаешь, в этом прикол, что они такие, типа, мы ответим, но вот туда вот, вы там собьете, и больше не надо. Ну, тут такая, такой этот самый. Но, есть некоторая проблема, что Цаха уже раскочекарился очень сильно. В плане, типа, давай, и ты иди сюда, и ты иди сюда. Кстати, вот еще, еще пара одного, кто пришел сюда, это был в Йемен, потому что дважды, на прошлой неделе, после липиаза Насрал, как раз, вряд ли ракеты, которые могли бы что-нибудь повредить, потому что, да, летит одна ракета, она летит два часа из Йемена. Не, ну, она все еще способна убить людей. Не, она способна убить людей, но в плане, шанс, что она долетит, очень низкий, в плане, учитывая, там, его радары и прочее. Да, и тем более, их сбивают, мне надо Израилем обычно. Да, да, вот, короче, они запускали их, солидарность, значит, одну после ликвидации, как раз, вот, того террориста, про которого мы вначале говорили, который, ну, который погиб после атаки пейджеров, вот, и второй после насравы. И в итоге Израиль отбомбился по Йемену, разбомбил два этих нефтехранилища, мне кажется, вот. И порт еще повредил. И порт, да. Кстати, вот вам небольшой инсайт про Йемен. Значит, у нас есть в компании резервисты, которые служат, и вот один из них рассказал, что каждый день в одно и то же время в Израиль летит две ракеты. Одна летит из Йемена, а другая летит из Ирака. И они хотят встретиться и поцеловаться. Целиться посередине, как раз в Израиле, видимо, очевидно. Вот. И, значит, и очень часто про это не пишут, потому что их, видимо, сбивают еще до подлета в Израиль, чтобы, ну, не включать сирену и ничего остального. То есть, их про это не говорят, но, типа, каждый день стабильно летит ракета. То есть, у кого-то есть утренняя чашка кофе, и газета, а у кого-то есть утренняя ракета. Ну, примерно так. Это звучит, как история от коллеги на работе еще. Тоже правда. Каждый день летит одна ракета, а третья летит у меня в туалете. Противобункерный. Ну, если каждый день. У меня есть, кстати, у меня есть совет к израильскому военному правительству, если оно смотрит этот подкаст. Юра, слушай, всем составом. Да нет, Юра, из-за того, что все события происходят после записи подкаста, он, очевидно, смотрит подкаст. Так что. Да, хорошо, я согласен. Тогда советую в Йемене, помимо топливного этого хранилища, хранилищ боеприпасов, разбомбить еще хранилище ГАТа. Как мы знаем, йеменцы на ГАТе, они принимают ГАТ и резко очень хотят запускать ракеты. И если разбомбить хранилище ГАТа, они пойдут выращивать ГАТ, и после того, как вырастят и сделают сок, тогда уже будут опять нападать, потому что без ГАТа они не работают. Да, ГАТа это такой полунаркотик, причем в Израиле он легальный, как раз из-за емских евреев, которые привыкли пить ГАТ у себя там дома. И в общем... Слушай, они не пьют ГАТ, они просто жуют листья. Ну, они жуют листья. Это уже местные наркоманы, такие, а давайте мы будем делать из этого сок. Да. Вот. В общем, ждем ответа Ирана. Я, собственно говоря, к тому говорю, что судя по тому, что вот такое количество сливов в прессу и от Америки, там прочее, прочее, что это будет удар вот такой же примерно, как был весной, то есть удар, который собьют, который сделан для того, чтобы его сбили. Скажем так. А сколько летят ракеты из Ирана до нас? Это зависит от ракет, там два часа полуну. Нет, но есть, есть, которые 9 часов летут. 15 минут. Вот мне кажется, я так понимаю, они вылетели, потому что 3 минуты назад пришло предупреждение от службы тыла, чтобы жители центра страны оставались вблизи убежищ, и я не знаю, если честно, что это. Запустили. Запустили. Запустили, да? Написали? Да, вот. И сейчас... Ну что ж, друзья, вы в прямом эфире, видимо, увидите, как мы пойдем в убежище, потому что по нам запустили ракеты, как раз где-то на машинных новостях. А, ну это ракета из Ливана упала в море. Ну это... Не-не-не. Мне кажется, Иран тоже запустил ракету. Ну ладно, узнаем. Мы узнаем. Будет Сирена, мы пойдем в убежище. Да, мы будем Сирена, пойдем в убежище. Тут все просто такие правила жизни в Израиле. Да, я еще хотел рассказать забавную историю, но многие, наверное, видели ее и в твиттере, и в новостях, про, значит, бывший президент Ирана сказал, что в какой-то момент они решили создать организацию контрразведки Израилю, вот, и ее начальником оказался агент МОСАДА. Я бы не относился к этому серьезно, потому что у них там сейчас огромные политические тряски в Иране. Это опять-таки рассказал коллега на работе. Я выбираю относиться к этому серьезно. Если к чему-то относиться серьезно, То есть они искали человека, который знаком с Израилем, с разведкой Израиля, а кто не знаком с этим лучше, чем агент МОСАДА. Просто они уточнили, что он еще действующий агент МОСАДА. Они на Линкдине не проверили, что он все еще там работает. Я бы не считал тоже эту штуку, поугарал, но мне кажется, что я бы относился к этому как к внутренней борьбе, где Ахмагинджат хочет кого-то там у себя подколоть. Потому что он уже не политик, он уже такой бывший чел. То есть, ну типа, в Израиле тоже, знаешь, все бывшие главы чего-нибудь, они бы сказали жесть радикально. Типа там... Все бывшие главы чего-нибудь выращивают конопленную ферму. Это правда, все бывшие главы МОСАДА. У каждого есть по ферме. Это правда. Блин. Слушай, они просто сделали для разведки. Да. Они поэтому и сжигают ливанский гашиш, чтобы иметь первое место на рынке. Так мы боремся на гашиша теперь, понятно, да. Ну, блин, какие времена? Готовимся к будущим. В общем, я думаю, что с момента запись этого подкаста тоже будут изменения на военном плане. Надеюсь, что все будет хорошо. Потому что дилеммы Ирана, остались дилеммами Ирана в том плане, что США выразил поддержку Израилю и сказал Ирану не лезть, короче. То есть, типа, что нет такого, в общем, международная поддержка Израиля как будто бы сейчас снова вернулась на какой-то уровень. То есть, в момент самым... Но не в Твиттере. Это не международная поддержка в Твиттере. Я не видел, как поддержка в Твиттере помогала какой-то стране. Да, да, да. Это уже правда. Вот. В общем, короче, есть поддержка и то, что Израиль бы добил к расходу Эйду, это порт Йемена. Еще раз скажу, что Ходейда, она находится дальше, чем Иран от нас. То есть, также можно бомбить иранские порты спокойно, в плане иранской нефтебазы и прочее. Почему мы все еще здесь, Лев? Ну, ты без... Потому что нужно оставаться рядом с убежищем. Ты что-нибудь слышал? Да. Вот. В общем, будем смотреть, будем наблюдать. Я желаю всем слушаться с лбутылой, чтобы все было хорошо. Да, я последнее только скажу, что поддержка Израиля есть, пока мы не очень долго находимся внутри Ливана. Если это все задержится, то поддержка будет уменьшаться прямо пропорционально количеству времени, которое Израиль будет бомбить Ливан. Юра, расскажи нам про свое пространство, которое называется Nothing. А, так быстро? Я думал, у нас еще новости будет. Нет, так мы потом вернемся. Мы тебя, ты понимаешь, ты как слоеная... Ты чуть меньше расравы. То есть, давай так, мы пытались подумать, а, ваш подкаст, это как торт Наполеон. Да, это слоеный-слоеный пирог. И ты сам выбирай, какой это слой. Сейчас крем. Ты приятная часть этого пирога. Я не знаю, как ты себя ощущаешь сегодня? Как крошка. Давай, крошка, расскажи про пространство. Крошка, крошка в то время. Да, да, спасибо, спасибо, что я напросился к вам на подкаст, и вы меня позвали. Я пришел рассказать про насын. Блин, на самом деле, на самом деле, как вам насын? Вы были там, вы были там. У вас есть какие-то, какое-то четкое описание того, где вы были? Я был в Яфа, это было первое конкретное описание, недалеко от остановки метро, что было очень удобно. Вот, и это пространство, где можно делать ивенты. Ну, маленький домик в старом Яфа, вот так, Маленький домик в старом Яфа. Ну, в котором никто не живет. Ну, в смысле, это очень старый, я бы сказала, древний дом. Там очень классные каменные стены, там фантастическая лужайка снаружи, живописные руины сверху. Да. Потрясающие виды вокруг. Класс. Мои ощущения. Класс. Прекрасные фэнзины. Что, кто? Фэнзины. Что это такое? Как, ну, зины, которые ты рисуешь. да, Я понял. Не фэнзины, это просто зины. Я, 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 я фэнзины подумал, что это, это же на форумах романы пишут. Это фанфики. Это фанфик. Все, понял. Но если есть фанфики, погоди, у тебя есть фандомы и фэнзины, но нет фанфиков, Юра. Надо сделать фанфик, делать фанфик про Якира и Ахмеда. Я понял, что фанзины, это какие-то древние карнизы. Это, блин, есть какое-то такое слово? Да, очень похоже. Не могу вспомнить. Да, ну, то, расскажу вам, расскажу вам про то, что мы, то, что мы с Марком открыли. Вот. Первое, что, что нужно знать об этом проекте, это проект, не рационального решения, а эмоционального и... Итак, вы открыли мир других мужчин. Что? Извини, я не могла не продолжить всю эту тему с фандинами. Извини, продолжай. Это были эмоции, Маша. Они исследовали. Мы исследовали себя. И продавцов плащиного рынка вокруг. Да. Ну, вообще, на самом деле, историю, я думаю, вы все плюс-минус знаете, кто здесь находится. Расскажу для зрителей. История открытия этого места не могла бы состояться без закрытия фактуры. Потому что, когда мы закрыли фактуру, там, где мы делали стендапы, там, где был магазин, я не собирался чем-то заниматься, каким-то, какой-то типа деятельностью, как это называется? Осмысленной. Самозанятой. 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 Прибыльно я собирался заниматься. До этого я пошел на работу. Работать прибыльно советую, рекомендую вам. Слава, Мне понравилось, что Лев, когда... Работаешь вторым. Лев, когда сказал, что вот Юра будет на подкасте, он как раз теперь придумал, как ему описать нафинг, у него появилась концепция. И вот я вижу, как Юра пять минут пытается сформулировать два предложения хотя бы о том, что такое нафинг. я могу просто сказать. У меня есть, если объяснить это просто простым языком, это действительно место, маленький дом культуры, короче, где происходят разные мероприятия. В целом в доме культуры могут происходить всякие и конференции, и дни рождения, и просто встречи, и какие-то... Как это сказать? Творческие мастерские, где люди приходят и что-то делают. И, допустим, у нас один раз вообще в целом была встреча, где люди лепили вареники. 20 людей лепили вареники, потом варили и кушали их. Я вам скажу, это было вот такое мероприятие. Очень сытное. У меня еще осталось полкило вареников. Тебе заплатили варениками? У меня был варениками. Я их дома потом сварил, поел. Хорош. Ну, вообще, там проводят много разных инвентов, например, стендапы там делаются. И открытые микрофоны, и проверки микрофонов, и на украинском языке стендап, и шоу мы там делали. Да, и на иврите. И вот мы шоу делали сегодня. На иврите сегодня будет стендап. Это уже не сегодня для вас, друзья. Да, для вас на сегодня. Ну, каждый... Был стендап. Каждый вторник мы проводим стендап на иврите, и это очень похоже на то, как мы начали проводить open-mainten на русском языке, когда-то на фактуре, потому что иногда приходят полный зал, иногда два человека, и это вот в начале пути ты не можешь никак спрогнозировать этого. Но сейчас мы уже вышли на стандартные 10 человек в зале точно, минимум. На прошлом стендапе был вообще салдаут, было очень много людей, и... Ну, нету желтого холодильника. Желтого холодильника нет. Желтого холодильника там нет. Но так, ладно, давайте сконцентрируемся. Я начну все заново. Я сбился. Димагазирую, меня очень заинтересовала возможность провести конференцию. Такое уже было, или можно быть первым человеком, который проведет вас конференцию? Можно быть первым человеком, который проведет конференцию. Можно сделать пресс-конференцию, но вот с этим столом поставим. Ну, это стол не повезет. Пресс-конференция была. По какому вопросу? Я проводил 10-минутную. По вопросу люди спрашивали, что происходит в Ялле. Я отвечал, что происходит. Вау. Да, ответил. Ответил. Я, кстати, не помню, что происходит, что я отвечал. Но время, как вы знаете, летит очень быстро. Поэтому происходит разное. Короче, если вкратце, это вот, да, это такой дом культуры, но у которого есть одна особенность, которая действительно для нас важна вместе с Марком, потому что для нас это не есть бизнесом, для нас это не есть местом, где мы зарабатываем себе на жизнь, то есть наша одна из вещей не превратить из этого места дело, благодаря которому мы выживаем. То есть благодаря работе я себе могу позволить жить, как бы снимать квартиру и всякое такое, а это место из-за того, что в нем нет этой составляющей, что я должен зарабатывать им себе на жизнь, у меня и по-другому строится мотивация, что я там делаю, потому что, допустим, на фактуре я был немного в ловушке от того, что нужно было думать о бизнес-процессах и в то же время заниматься какой-то творческой деятельностью, и ты разрываешься между тем, что тебе хочется делать и между тем, что тебе принесет денег, чтобы, короче, заработать их. И это немного путало в мотивации, короче, и не давало какого-то четкого пути развития в этом. То есть, получается, вы с Марком таксуете, по большому счету? Ну, типа, да, для души. Занимаемся для души, так-то мы бизнесмены. Вот, но в целом, как бы, мы там тоже в этом месте, опять-таки, Марк его использует как мастерскую свою, где он делает на заказ мебель, декорации для спектакля. Вот недавно он делал декорацию для спектакля. То есть, оно используется под какие-то рабочие нужды. А что там будет в октябре-то? Да, задрал я, да, рассказывал? А что ты хочешь еще раз сказать? Давай еще поговорим. Ну, как будто ты раскрыл все тайны. Да. Кроме тайны, что будет в октябре? В октябре? Ой, октябрь очень насыщенный месяц. Спасибо, что спросили. Вот, теперь видно, что он подготовился, видишь, уже заготовленный наряд. Я более того подготовился. У меня даже блокнот есть. Ого! Вы понимаете, у меня есть, я себе напомню. Я посмотрю, посмотрю, посмотрю и быстро вам, быстро расскажу. Октябрь очень насыщенный месяц. Во-первых, у нас будут праздники в нашей стране, правильно? У нас будут праздники и... И траурные годовщины. Траурная годовщина у нас будет. И в целом Йом-Кипур – это такая траурная годовщина ежегодная уже на протяжении многих лет. Этот месяц наполнен и радостью и горем. Я вам расскажу про... Как в целом любой месяц в Израиле. Да. Я вам расскажу про радости. Спасибо. Во-первых, первое основное, которое я хотел бы сказать, мероприятие, которое будет происходить, оно будет происходить 17 октября. Это будет большой фестиваль вокруг здания, где находится Насин. Не только... Это и маленьких двух комнат, там, где находится наша студия. А вокруг всего этого комплекса зданий, который называется Бейт Калиф, мы делаем фестиваль вместе с еще одним человеком. Даня Цепоруха, он открыл место в этом же здании, но с другой стороны это киоск с вином, диджеями и закусками. В общем, я не знаю, как это работает, это здание, но... Но это дом Халифа. Ты заходишь, ты заходишь... Это дом Халифа, в нем все это должно быть. В киоск. Там у тебя вино, закуски и диджеи почему-то даются. Они на полках. Три за двадцать. Блин, ну вообще это похоже на любой Макколит, где ты реально заходишь, там есть какие-то... Какая-то алкоголь, закуски и постоянно оттуда лупит музыка очень громкая. Знаете, в Хайфе рейв булочную? Да. В нижнем городе, да. Там можно купить тебе, ну, типа рейв сэндвич, я не знаю, там можно запрессить сэндвич. Рейв сэндвич можно купить? Нет, там просто очень немко играет... Нет, типа сэндвич обычно ты все собираешь, как в условном сабвея, но это ноунейм сэндвичная. А, я знаю про что ты говоришь. Музыка, что ты... Ну, то есть ты говоришь продавцу, что тебе положить сэндвич, ты не слышишь себя в этот момент. Да, 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 в нижнем городе. Да, да, я знаю. Место легендарное. Я один раз туда зашла, я до сих пор не очень хорошо слышу. Ты танцуешь, когда заказываешь там сэндвич? Потому что я пританцовываю, тогда это создает, будто бы ты полный экспириенс получаешь от них. Да, вы таки с продавцом покачиваетесь. Да, это создает, оно вас объединяет. Вот, у него то же самое такое, они играют, все качается. Короче, мы вместе с ним задумали сделать такой вот фестиваль, где мы знакомим людей с нашими местами. Потому что, по сути, у нас он, у него, не то, чтобы мы его закончили как-то приводить в порядок, не то, потому что у нас не было плана его привести в порядок, поэтому он был идеален с самого первого дня. Но так как этот проект, он... А дверь у вас есть там теперь? Обрастает. Дверь, я могу показать, ее сделали, но не поставили. А тебе это было идеально с первой секунды? Не, ну дверь-то у нас есть сейчас, но она не такая красивая, как будет. Да? Но это мы снесем. Да, дверь к 17-му числу будет. Это одно из моих условий к реальности. Если нет, я ее изменяю, эту реальность, и отказываюсь мне жить. Делаю дверь. И 17-го числа это будет такое знакомство с пространством, потому что, опять-таки, Nothing, это творческая студия, мы ее задумывали как место, где можно откинуть какие-то рациональные вещи и позаниматься вещами эмоциональными. Прийти... У нас есть огромная лужайка, например, я ее использую... Знаете как? Я для себя открыл Birdwatching. Для себя это реально очень классное занятие, во-первых. Во-вторых, идеально на нашей лужайке это делать, потому что, во-первых, у нас есть гнездо попугаев в одном из деревьев. Можно сесть прямо под деревом, и в 4-х метрах от вас будут попугаи крутиться, приносить еду зеленую, тусоваться, короче. Они будут мне приносить еду или себе? Не, не вам, детям своим. Еще у нас есть стая ворон, которая периодически прилетает и кричит над всем зданиями, и они пьют у нас водичку. Соответственно, есть всякие майны, дрозды и прочие птицы, которых куча на всех улицах, и нет голубей. Представляете, нет голубей. Где голуби? Голуби, они на Тахане Меркозит. Я слышал, что вроде попугаи как раз голубей гоняют, нет? Можно говорить? Я не знаю, с чем, но и ворон много. Мне кажется, ворона отпугивает их. И вот, например, это одно из занятий, которое как бы не касается ни студии Nothing, ни там, ни пикник-плеера, того самого киоска с диджеями, но которое можно приходить в это место и можно этим заниматься. Мы также хотим показать, что в целом это место снаружи, которое существует в Яфа, оно очень классное для использования, для того, чтобы остановиться и немного посмотреть на море, посмотреть на звезды, посмотреть на птиц, тем, кто хочет заземлиться и немного ощутить регу. Я понимаю, звучит немного философски, но это действительно так. В чем бонус того, что находится там Nothing, вы можете туда зайти, взять подстилку, воспользоваться туалетом, выбить воды. Это не сотня каких денег, это цель наша такая, давать себе возможность это получать. И так как мы там, этим можно пользоваться. У нас есть огромное количество разных штук, чтобы веселиться на той лужайке. На самом деле, вы знаете, вы, наверное, знаете, у нас есть оффлайн-бокс. Да, представляете, у нас есть бокс, где все для оффлайн-занятий, для того, чтобы не залипать в телефоне, у нас есть разные штуки. А что в нем лежит? Планшет. Раскрасочек? Нет, раскрасок там нет, но там, конечно, есть стандартный набор, типа шахматы, нарды и разных таких настольных игр, не длинных, коротких сессионок, скажем так. Да, есть классные интересные журналы, которые можно полистать, позалипать в них, не вникая полностью в какую-то, типа, там, большую тему, как, допустим, с книгой, да. И есть разные игры, типа фризби и деревянное кольцо, которое можно покидать и как собака поприносить, потому что из рук в руки его кидать больно. Юра, а есть ли место, где можно почитать про все ивенты, которые проводятся в Наффинге? Да, конечно, такое место есть. Я сейчас думаю, где оно. Нет, ну я скажу, пока ты думаешь, что ребята выпускают реально очень прикольный Зин, это такой, типа, ну, журнал, где его можно прийти в Наффинг и взять, и там все мероприятия этого месяца будут указаны. И он там с прикольными карикатурами и всякими другими штуками. Да, во-первых, можно, да, смотреть оффлайн, если вы приходите в Наффинг, то возьмите свой Зин, там будет и вся информация по социальным сетям Наффинг, где можно следить за какими-то ивентами. Там не все ивенты выгружаются, вот, но какие-то выгружаются. Но все ивенты есть в этом журнале, можно за ним следить. И периодически я этот журнал выгружаю в Инстаграм, в наш Инстаграм, наффинг 9 миллионов. Вау, вот это у вас бизнес-план, конечно. Мы оставим ссылку на это. Вы не знаете о наших бизнес-планах, мы на самом деле открываем сейчас сайт наффинг интернешнл. Оу. Да, мы увидели свободный домин интернешнл. Я же говорю, это эмоциональный проект, вы откройте чуть-чуть чакры. Да, и решили открыть сайт. И будет только написано, типа, приходи оффлайн, здесь ничего нет. Нет, нет, там мы будем что-то продавать и писать, да, о мероприятиях. Вообще задумка такая, что мы, да, мы продаем билеты на мероприятия, потому что как мы будем... А, секунду. Тоже важная инфа. Я за три месяца уже существования Насин слышал от многих людей, что создается впечатление, что нам это место дали бесплатно, и мы там просто тусуемся. Хочется развеять этот миф, это неправда. Мы его снимаем, снимаем по обычной тель-ливийской аренде. Фактуру мы снимали по той же цене. У нас немного ниже Арнона, потому что часть из этого места признана там творческой студией. Вот. Поэтому мы снимаем это место и поэтому мы делаем мероприятие за билеты. Билеты мы продаем, за счет этого мы держим место, за счет этого мы покупаем новые туда, новые оборудования. Вы наверняка видели свет, который появился. Да, свет отлично. Вот. Спасибо всем тем, кто это делает. И вначале я пробовал сделать такую штуку, как подписку в интернете, и я понял, что это, конечно, полная работа, это надо прям заниматься этим. И я вспомнил, что я не хочу работать с этим проектом. Так она существует или нет? Она существует, и благодаря этим людям... Она не развивается, но она существует. Ты одна из них. Спасибо большое. Здесь я... А, это же не я буду делать подкаст. Здесь не будет людей, которые я благодарю. Ладно. Они будут, но где-то не здесь. Короче, благодаря этим людям... Они будут на лужайке. Виафа смотреть на птиц. Мы писали однажды все ваши имена на стене. Оу, да. Да. Вот. Хочешь написать на этой стене их имена? Я не хочу. Это просто моя квартира, можешь писать. Так. Но благодаря... Благодаря, кстати, благодаря... Вот первому у нас был такой пуш. Мы насобирали там около тысячи долларов. На эти деньги мы и купили свет, который вы можете видеть сейчас на Атане. И мы купили кабели там, которые нам нужны были для подключения колонок. И в целом и купили краску. Для того, чтобы покрасить в белый цвет, тоже должно быть белым. Вот. Эта подписка существует. Если кто-то хочет, ищет, такой послушал, такой, блин, очень классно рассказывает, надо закинуть. Ничего не понятно, но очень интересно. Приложим ссылку. Приложим ссылку. В общем, друзья, приходите 17 октября в Nothing на мероприятие ознакомительное. Nothing и как там называется? Киоск? Что? Пикник плеер. Пикник плеер. Сейчас 30 секунд. Я быстро об этом расскажу. Что у нас там будет? У нас там будут перформансы, видеоинсталляции, которые будут на здании Бейт Калиф. Будет Чиллзона, которая будет в виде образа суки, потому что нельзя в Яф оставить суку. И ночью у нас будет вечеринка. Мы ее еще не анонсировали, но вместе с чуваками из проекта Move TLV, они призывают всех делать Move Move, мы будем делать ночью вечеринку. Я вам все ссылки скину, если у вас есть места, где их расположить, вы их расположите для людей. Кайф. После такого эмоционального рассказа об эмоциональном проекте переходите снова к новостям, но давай быстро. Ну, отдохнули, отдохнули. Эмоции негативные от того, что Гедеон Сар таки присоединился к правительству. Это мы анонсировали в прошлый раз, что он собирается. В итоге он перешел не на должность министра обороны, а на должность никого. Класс, у нас теперь есть министр ничего. Мы как раз создали для него кабинет. Nothing. Да, он министр без портфеля и даже не знает, без какого портфеля. Вот. По сути, они присоединились коалиции. Это из хороших новостей то, что влияние Бенгира стало меньше, потому что он теперь не может развалить коалицию. У него не хватает силы. Это хорошие новости. Из плохих новостей, при поддержке Сара могут принять какие-нибудь не очень прикольные законы. То есть, законы призыви могут принять, могут принять закон о раввинах и вот такие вот вещи. Вот. Ну, в целом, Гедеон Сар очередной израильский политик, который ушел от Нетаньяху, потом вернулся к Нетаньяху и, в общем-то, пожелая ему политической смерти. Вот и все. Да, это на самом деле немножко странно, потому что то есть он понимает, что он не пройдет электоральный барьер, ну, следующий, то есть он точно не пройдет на выбор. И он такой, ну, ладно, посижу хоть час в правительстве, там хорошие кондиционеры работают, будет приятно. Вот. И по факту его поставили за спиной у министра обороны, потому что он должен был получить его пост, потому что сейчас идет прямо война, активная фаза наземной операции в Ливане. Очевидно, ему сказали, что сейчас пока не время. Но представляете, как сложно министру обороны, как Галанту сложно. Просто у него за спиной сидит чел и просто смотрит на тебя. А у него даже портфель, он даже не может позалипать куда-то, потому что у него портфеля нет. Он просто сидит и смотрит, что ты там делаешь. Да, и дышит. Вот. Ну да, примерно. В общем, отлично работает правительство. Пожелаем всем удачи. Мне кажется, он повелся, у него же была партия эти Кваха Даша, Новая Надежда, и он повелся на новый порядок, который теперь в этом мире. Да. А, блин, они же назвали операцию, новый порядок или как это? А, не ликвидацию, или как это сразу назвали новым порядком. Да, да. У нас эра нового порядка в мире происходит. Операцию на севере до этого назвали Стрелы Севера. То есть, нейминг такие, типа, мы забили Ливану Стрелку на севере за школой. Неплохо. Ты хотел еще рассказать про Сыду Скорая, который помогает в Газе. А, ну еще тоже очень блицом, ну так, типа. Про что? Ну, Сыду Скорая Аравия сказала, что будет переводить деньги в Газу, на помощь Газа ежемесячно через палестинскую администрацию. Что в целом прикольно. Это, как минимум, показывает некоторый образ будущего для Газа, не связанный с Хамасом. Потому что Израиль пока что не может такого образа предоставить. Вот Сыду Скорая подсвидевается. А можно вопрос? А в палестинскую администрацию деньги заходят через Израиль уже? Ну, скорее всего, да. Но, anyway, что палестинская администрация будет заниматься их распределением на Газе. Это аналоги. Это аналоги. Палестин заходит через Израиль в палестинскую администрацию. А деньги они могут напрямую присылать. У них же там есть свои международные банки. Думаешь, открытые без Израиля? Да, потому что палестину признал очень много стран. И я думаю, что они могут позволить себе отправить деньги. У них есть SWIFT? У них нету аэропорта, но, скорее всего, есть SWIFT. Да, возможно. У них есть университеты свои. Я это проверю. Мне интересно, есть у них SWIFT или нет. У меня было впечатление, что в палестинские банки все происходит через израильские национальные. Можно быть. Вообще ты прав, на самом деле, да, потому что мы тоже, когда сотрудничаем с палестинцами, у них нет обычного банка никакого. У них есть банк Палестины. Я однажды покупал цветы на трассе, и мне вышла этот Кабалай, там было написано банк. Слушай, ну, возможно, они кэшем возят, как возили в газу раньше. Да какая разница, ребята, о чем вы спорили? Какая разница? Это был вопрос. Нет, ну, возможно, это еще будет элемент шантажа, где смотришь и скажут, у них никаких денег. Да, в этом есть разница. Хорошо, ладно, может быть, может быть. Ладно, это сильно лучше, чем раньше Катар просто чемоданами возил деньги напрямую к Хамасу, а сейчас это все-таки поднимает какой-то авторитет палестинской автономии перед гражданскими, которые будут получать гуманитарку от палестинской автономии, которая будет не вся раскрадена, мы надеемся. Да, я говорю, что самое прикольное, что появляется все-таки еще один центр силы вне Хамаса. Это хорошо, это хорошая новость. Пока не знаем, чему это приведет, как это конкретному, но тенденция хорошая. Итак, Саудовская Аравия решила помогать Гази, а знаете, как помогают Израилю и израильтянам израильские авиакомпании? Значит, на фоне того, что сейчас там европейский какой-то регулятор порекомендовал отменить все европейские рейсы значит, из и в Израиль и я так понимаю, что почти все авиакомпании отменили рейсы до конца октября точно. Вот, и остались только израильские авиакомпании, которые решили, так сказать, играть в капитализм и такие, ну, мы единственные, кто дает самолеты, спрос очень большой, давайте делать деньги. И значит, в ближайшие дни, вот там на 2 октября рейсы из Кипра, которые раньше стоили там 30-60 долларов можно было улететь, сейчас они стоили 900 долларов за билет. Жесть. За один билет. Жесть. 900 долларов. В итоге... Это Эляль? Это Аркия даже, это не Эляль. А, это Лоукостер. Лоукостер, да. Лоукостер. Лоукостер за 900 долларов час лететь. Час лететь. Вот, но в итоге министерство экономики начали давить на Аркию, и они такие, ладно, 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 мы даем скидку 450 долларов. Напоминаю, до этого стоило 30-60 где-то. Я летал на Арки за 450 долларов в Рим в начале войны. это вот было тоже, это было очень больно, очень больно для тела, 450 долларов за билет. Не каждое тело готово это. И еще не входил туда ни багаж, ни еда, ничего. То есть это вообще полный ноль. Да, это проблема еще во многом с того, что сейчас же октябрь, это праздники Рошашана, и многие израильтяне всегда на праздники улетают. То есть кто-то берет отпуск, и ты можешь там две недели спокойно улететь куда-то отдохнуть. И многие улетают, и сейчас они стоят перед выбором, что можно улететь, но за очень огромные деньги. И сейчас, ну, наверное, гостиница в Элате потирают руки. Они такие, летите к нам. Ну, вообще, мне кажется, еще летает украинская авиакомпания Биз, которая перебралась в Румунию с началом войны в Украине, и они продолжают летать. По крайней мере, сегодня утром я читал как раз пост о том, что никто там Визеер поотменял, Районейер все рейсы поотменял, и только Биз остался для... А, интересно. Кроме как израильских компаний. Да, я еще добавлю, что вот я недавно читал экономический обзор, и там было сказано, что там очень большую долю всей инфляции, которая была в Израиле за последние несколько месяцев, дали именно авиабилеты, потому что вот изо всех этих напряженностей многие компании отказались летать, остались только израильские компании, подняли цены, и у нас была инфляция, часть которой сделали помидоры, но большую часть сделали авиабилеты. Да, при том, что нужно напомнить, что государство контролирует, по-моему, большую часть Иляля... Помидоров. Помидоров она контролирует 100%, вот Иляля тоже большую часть, и когда Иляляля в корону закрывался, значит, мы, ну, мы как государство Израиль из своих налогов оплачивали существование, а теперь Иляляля такой, ну, давайте бабки обратно. В смысле, снова давайте бабки. Не бабки, снова. Только теперь не государство, а жители, пожалуйста, через Новобавки. Ну, вот так, вот так все работает. Все, у меня, у нас еще новости все, Маш, какие у тебя новости? Слушайте, я планировала рассказать, было несколько новостей, приуроченных к наступающей годовщине 7 октября, я передумала, я расскажу их в следующий раз, сегодня, только хорошие, ну, как хорошие. Значит, у меня есть две новости для вас. Новость первая. Израильтяна атаковали в самом, в общем, там, где они не ждали удара, можно сказать, ударили в мягкий живот. Ударили в хомус? Ватсап. Мягкий живот. Мне кажется, ватсап, это, в принципе, большой удар против Израиля. Особенно, когда там запустилась функция голосовых сообщений. О, да. Нет, наоборот, это, мне кажется, то, чем живут израильтяне. Не знаю, мне кажется, голосовые сообщения ватсапе спасли, потому что до этого просто звонили тебе, сейчас они хотя бы голосовые отправляют, сильно лучше стало. Новость в том, что израильтянам блокируют аккаунты ватсап. Так, как это может быть? Вот слушай. Значит, в израильском сегменте Facebook пишется от Ньюсрук Куилл, все чаще появляются сообщения от людей, чьи аккаунты ватсапа были заблокированы из-за действий антиизраильских и зарубежных групп. Что они делают? Они тебя добавляют в группу, публикуют там порнографический контент и всех участников группы блокируют. Вау. Порнография, наркотики, мошенничество с криптой. Успевают ли они хотя бы посмотреть этот контент? Да, реально. Там же лои дети, там все такое, там за афилию. Я не думаю, что прям такое. Блокируют за такое, нет? Нет, блокируют, тут написано порнография, наркотики, мошенничество с криптовалютой. Ну, хотя бы детей и зверей не используют. Ну, что же, хотя бы все привезли в Telegram, потому что там это легально. Ну, во-первых, если вы не во Франции. Во-первых, и Telegram уже поменялся, да, с последней недели. Во-вторых, значит, такой совет, чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно просто поменять в WhatsApp'е свои настройки к потенциальности, к потенциальности, группы мои контакты, чтобы никто вас, чтобы не мог вас кто угодно добавлять в группы с криптовалютой, мошенничеством, порнографией, чтобы только ваши друзья могли вас в такие группы добавлять. Вторая и последняя на сегодня новость заключается в том, что журавли прилетели на озеро Хула. Новость, наверное, хорошая, потому что как будто полетают в основном ракеты. И арки за 450 долларов. Да, непонятно, что страшнее, что больнее. Ладно, понятно, что больнее. Но журавлей не останавливает война, не эмигрируют, не летят своими журавлиными путями, и Израиль – это последняя остановка для огромного количества прилетных птиц перед очень долгим рывком. А все потому, что журавли что, твиттер не читают? И не знают, что Израиль уже давно отменили. Да. Слава богу, слава богу, А куда они летят? Какая финальная, финальная destination. Мне кажется, это в Африку они летят на зиму. Ну, Израиль по факту тоже Африка, но они, видимо, туда подальше в Африку. Ну, мы все-таки не совсем Африка. Да, они летят на юг в Африку. Фламинго, кстати, уже прилетели, отдыхают здесь, курорт. Интересно, они... А, Фламинго, это же не страусы. Хотел шутку сказать. Африку страусы. Что они прячут голову в землю, текущую молоком и медом? Не, во время азаки. Блин, но если бы страусы летели в Израиль, это было бы прям прикольно. Я бы на это посмотрел. Да, они так-то летать не умеют, но в Израиль я полечу. Я слышал, там... Внимают, если у тебя дед страус. Значит, фламинго прилетели, розовые прилетели журавли. Где-то продолжается нормальная жизнь. Реально говорю, птичий мир, он волшебный. Рекомендую Birdwatching. Даже у себя из окна посмотрите на птичек. Птички... Птички летают. Мне кажется, я пошла по плаву в этом подкасте. Получитесь у птичек, реально. Они прикольные. Можно за ним наблюдать. Я просто проверяю новости. В целом, пока все нормально. Нет, все тоже. Пока ничего, а просто сказали, следите за новостями. Мы следим. Вы знаете, я не хочу заканчивать этот подкаст, потому что я знаю, что будет, как только мы закончим. Что? Под подкаст. Все случится. Блин, написали, что ответы рано будут в течение 10 часов. Я предлагаю сделать 10-часовой подкаст. Пока. Ну что ж, давай. Розовый фламинго, дитя заката. Ой, я не знал, что у вас музыкальная минута есть. Музыкальный 10 часов. Подожди, нам сейчас страйк кинет YouTube за использование песни. Не надо нам сейчас провалить. Именно поэтому я сфальшивила. Все хорошо. Сейчас нас еще россияне засудят. Спасибо, не надо. Спасибо большое всем нашим патронам, патронессам. Отдельно благодаря Числаву Наргоброну, Максиму Кацу. Подписывайтесь на наш патреон, если у вас есть возможность. Там есть ранний доступ к подкастам. А это очень критично, как вы понимаете. Чаще всего. Да, наши патроны все заранее раздеваются. Можно один анонс маленький, пока не закончили. Один анонс. У меня 15 октября я играю в спектакль «Хибурнетук», про который вы здесь несколько раз рассказывали. Спасибо вам большое. Всегда ваши рассказы про него приводят нам зрителей новых. И в этот раз я хочу сказать уже сам, приходите на спектакль. Мы его играем в театре Абима. Очень важное для нас. В самом большом Абиме? Да. В большом зале Абима. Ребята, не пропустите. Да, играем. Ладно, мы играем в маленьком зале Абима. Но в театре большом. Но в театре большом. Но он на 160 мест. И если честно, пока у нас нет понимания, заполним ли мы весь. Но очень хочется заполнить весь зал. Приходите. Очень приятно смотреть на этот спектакль. Выходить после него. И вообще ходите в театры, особенно в Абиму. Посмотрите на Абиму. Вот. Спасибо за поддержку. Да. Давайте я на вопрос ответим в следующий раз. Зачитаю просто коротко два комментария. Один, там была история, длинная история про ёжика. Но было забавно, что наша слушательница или слушатель, я не понял, значит, нашёл ежа, который плохо себя чувствовал, отнесло его волонтёром. И выяснилось дальше, что ёж был пьян, и он спал. Оказалось, что кто-то разлил пиво, ёж напился пиво, и уснул на заправке. Боже мой. Блин, меня всегда интересует, как происходит, как люди потом это узнают, потому что вот ты принёс ежа волонтёром, а потом тебе звонит врач и говорит, кстати, мы узнали, что у вас ваш ежа. Зря напоили ежа. Да, он набухался, ваш ёж алкаш. Да, он набухался и уснул посреди дороги. Хорошо, что типа не пейте за рулём. Ну так, и последний, последний комментарий, который хорошо подбивает, как пицунка на русском будет. Итоги, да. И в штабе Цахал. Так, что я вышел на вылет. Вот, так что наш подкаст точно слушают. И вы слушаете, оставляйте комментарии. Спасибо вам большое за поддержку, лайки, дизлайки. С вами были Макс, Маша и Лев. Спасибо Юра, что пришёл, рассказал. Приходите в нашу. Когда будут проблемы с Ираном, обращайтесь, я приду разрулить, рассказать вам. Супер, у нас есть два эксперта по Ливану и по Ирану. Осталось найти эксперта по Израилю. Это мы. Всё, всем пока. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok